Взрыв В Халмыкии, прямо в колонии, задержали лидеров группировки запрещенного в России экстремистского движения АУЕ. Они прямо за решеткой пропагандировали и принимали в свои ряды новых сподвижников, но тщательно скрывали свою работу. В буквальном смысле под полом. При обыске сотрудники ФСБ нашли несколько тайников. Пришлось даже ломать бетонную стяжку. Там обнаружили десятки телефонов, различные записи, деньги, наркотики и карты. Об этом наш корреспондент. Исправительные учреждения они превратили в воровской вуз. Вербовали абитуриентов новых осужденных. Обучали их так называемым понятием, даже принимали потом экзамены, заставляли жить под своим законом. Теперь самопровозглашенных педагогов задерживают прямо в колонии. Фактически пропагандировали запрещенное судом движение АУЕ. Делали все, чтобы только что осужденные примкнули в их ряды. Сподвижникам обещали жизнь за решеткой без забот. А все, чем они заманивали, тщательно скрывали. Сотрудники ФСБ в хозяйственных помещениях колонии нашли несколько тайников под полом. Пришлось вскрывать даже бетонную стяжку, чтобы найти улики. Десятки телефонов, сим-карты, различные записи, деньги, наркотики, азартные игры и заточки. В общем, все запрещенное в исправительном учреждении. Этим активно пользовались лидеры сообщества и их приближенные. У большинства были отличительные знаки с символикой АУЕ. Причем напоминание о том, что идеология этой организации запрещена, они видели ежедневно. А это уже другая колония схроны с запрещенными вещами также по всей территории. В излюбленном месте под полом. Оперативники провели обыски и вычислили каждое звено в цепочке этого тюремного института. В итоге задержаны два организатора и четыре активных участника сообщества, которые продвигали идею о превосходстве воровской власти над государственной. Получается, что в заключенных, которые направили в колонию для исправления, разжигали еще больше ненависти. У многих осужденных активных участников группировки уже подходили к концу сроки заключения. Но о свободе они, кажется, не думали. Вскоре их будут судить вновь. Колонию режима они сменят на менее удобный следственный изолятор. А в перспективе рискуют оказаться в камере-одиночке, где больше не смогут распространять вредную идеологию. Ярослав Богат, Роман Польшаков, «Экстренный вызов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова